Хотели бы вы научиться убеждать в чем-то друзей, знакомых, преподавателей? Это действительно очень хороший и полезный навык. И ребята из MyMentalism дают вам бонусом подробнейшее обучение по искусству убеждения людей в чем-либо. И вы получите его, если вы участвуете в распродаже на доступ к платформе MyMentalism. Переходите по ссылочке в описании, и там будет вся подробная информация. В этом фокусе я буду использовать старшие карты. Я покажу вам, как шулеры, используя различные хитрости, могут создать себе преимущества. Например, при игре в покер. В покер обычно раздается по две карты. У нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять потенциальных игроков. Естественно, все они хотят себе карты получше, постарше, либо одной масти. Но самое лучшее, конечно же, это иметь на руках сразу две карты с одинаковым значением. То есть иметь комбинацию пара на старте. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас нет пары. Здесь нет пары. Здесь тоже нет. Здесь нет пары. Здесь нет. Вот здесь, конечно, Король Туз вроде неплохие карты, но также нет пары. Нет пары. Нет. Нет. И... Нет. Ну, в принципе, ничего страшного. Я попрошу зрителя взять одну любую карту. Он может дотронуться до любой. Например, он выбрал вот эту даму Крести. И сейчас супер просто. Он должен просто прикоснуться ей к колоде. И он автоматически создаст пару из двух черных дам. Возможно, случайность. Давайте сделаем вот так вот еще раз. Проведем над следующей парой. И это действительно пара. Пара красных валетов. Попробуем еще раз. И мы снова получим пару. На этот раз пару десяток. Также можно взять всю вот эту пачку из пар. Вот так вот потереть колоду. И у нас будут одни пары. Пара дамп. Пара тузов. Пара королей. И полностью все карты будут идти парами. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Сегодня я покажу вам очень простой, буквально элементарный фокус с картой. Который действительно эффектный, необычный. Я думаю, такого вы еще не видели. Я уверен, он вам понравится. Если это так, обязательно поставьте лайк. Ну а перед тем, как перейти к подробному обучению, я хочу порекомендовать вам магазин 54karts.ru. Огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские. Есть мой фирменный набор. Неро Янг, в который входит колода Bicycle Стандарт и 4 специальные карты для особых трюков. Ну и, конечно же, обязательно переходите по ссылочке в описании и закупайтесь в этом магазине. Там быстрая доставка, приятные цены и отзывчивая администрация. Ну а мы переходим к обучению. Для этого фокуса вам нужно взять и вытащить из колоды карт все старшие карты. Я использую от десяток до тузов. Ну, в принципе, можно даже десятки убрать. Потому что если вы будете использовать слишком много карт, там девятки, восьмерки, будет огромное количество карт и фокус будет дольше намного. В принципе, вы их вытаскиваете и сразу же раскладываете по парам. То есть там 2 черные десятки, 2 красных валета, 2 черные дамы, тузы и так далее. То есть просто вам нужно разложить их по парам изначально. И мы их будем раскладывать в одну пачку. В принципе, мы будем раскладывать их случайным образом. То есть нам как бы без разницы, в каком они порядке. Главное, чтобы были по парам. Но при этом лучше не складывать, например, 4 десятки вместе. Лучше не складывать 4 карты красного цвета, либо черного вместе и так далее. То есть давайте начнем складывать. Возьмем, например, 2 красные дамы, потом возьмем 2 черных туза. Теперь что-нибудь красное возьмем. 2 красных короля, например. Теперь черное, 2 черных валета. Теперь красные десятки, красные дамы. Точнее, черные дамы. Красные тузы, черные короли, красные валеты и, допустим, черные десятки. То есть мы получаем вот такую вот рандомную комбинацию, грубо говоря, из этих пар. Далее нам нужно сделать следующее. Помимо этого нам нужно взять крайнюю карту с лицевой стороны, одну из десяток и положить вот сюда. То есть чтобы у нас закрывающая и открывающая карта были парой. Все. Это вся подготовка. Вот так вы подготавливаете эту пачку и вы готовы показывать этот трюк. Я подаю это как шулерскую демонстрацию. При том, что вроде как здесь в итоге шулером оказывается зритель. Потому что он там как-то меняет карты магическим образом. Но все-таки я подаю вот так. Вы можете подавать как угодно. Я использую вот такую штуку с пролистыванием. Показывая, что я буду использовать старшие карты. И когда я пролистываю вот так вот колоду, вы можете видеть, что не видно вот этого порядка. То есть не видно, что здесь все по парам. Потому что карты пролистываются быстро. Некоторые карты вообще пропускаются пальцами. И в итоге не видно, что здесь какой-то специфический порядок. После этого я разворачиваю пачку и делаю фальшь под снятие. Его делать абсолютно не обязательно. Но я считаю, его нужно сделать, потому что зритель увидит, что здесь все случайно. Случайный порядок. Вы перемешиваете, подснимаете карты в процессе. Поэтому его все-таки стоит сделать. Оно не такое сложное. И не надо обращать на это внимание. То есть вы не должны говорить, сейчас я подсниму колоду. А вы просто делаете это подснятие в процессе вашего разговора. И никто никогда не обратит на него внимания. В том плане, что подожди, он как-то специфически подснял или что-то такое. При том, что это подснятие сохраняет полный порядок карт. Как оно делается? Мы берем и поднимаем верхнюю часть, где-то одну треть. Кладем слева. Берем с середины. Кладем по центру. И нижнюю вот сюда. После этого наша рука, которая только что положила вот эту пачку, возвращается сюда. И складывает все вот это вот. Таким образом мы складываем карты так же, как их и раскладывали. Но из-за вот этого именно движения, это выглядит как реальное подснятие. Тем более, если вы это выполняете уверенно, плавно и при этом быстро. Вот так. То есть мы получаем то же самое, с чего и начинали. После этого нам нужно сделать следующее. Мы вводим зрителя в курс дела. Что вы показываете шулерскую демонстрацию в покере. Либо подавайте как хотите, но суть в том, что вы должны подвести к зрителю к тому, что это покер. И здесь раздается по две карты. Для чего это нужно? Чтобы начать пересчитывать карты по двум. Вот так. И кидать их. И я обычно говорю, типа, ну вот смотри, это 10 случайных игроков. Так как здесь 10 пар. Смотрите, в чем суть. Нам это нужно для того, чтобы поменять порядок вот этой пачки. Вы, конечно, можете начинать с готового вот этого порядка. Но я вам не советую. Потому что фокус тогда будет слишком короткий. Ну, мне что-то как-то не нравится. Я именно начинаю вот так. Что нам нужно сделать? Нам нужно кидать по две карты. Я это объясняю тем, что в покере раздает по две карты. И у нас есть раз, два. И я начинаю отсчитывать и считать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять потенциальных игроков. То есть у нас есть 10 пар карт. После этого я возвращаю эту пачку. И она становится вот в таком вот порядке. Который, кстати, что самое крутое, вы можете показать зрителю. То есть если вы ненадолго ему покажете вот этот порядок карт. Я почему-то не сделал этого в демонстрации. Забыл, наверное. Зритель не увидит, что здесь есть какой-то специальный порядок. Хотя он здесь есть. То есть если он быстро посмотрит бегло, он не увидит, что здесь как-то специально разложены карты. Потому что, в принципе, даже я этого не вижу. То есть можно, конечно, заметить закономерности. То, что вот здесь идет по две карты. То есть две дамы через две. Два валета через две и так далее. Но зритель этого не увидит. Что мы делаем далее? Вы можете показать ему. То есть смотри. Ну и естественно у нас получается. Случайные карты достанутся каждому игроку. После этого вы разворачиваете. И вы демонстрируете несобранные пары. То есть вы объясняете, что все, конечно, хотят старшие карты. Либо карты одной масти. А еще лучше все хотят пару, конечно же, на старте. Чтобы уже была какая-то комбинация в руках. И показываете. Берете две карты. Показываете зрителю. И говорите. Смотри, здесь нет пары. И кидаете. И пар здесь и не будет. Потому что они идут. Запоздало. Сейчас объясню, что это значит. Смотрите. Мы показали. И вот обратите внимание на валет. Он будет накрываться валетом. И пара восстановится. То есть то, что мы перед этим отсчитывали по две карты. Мы разрушили наши пары. Но сейчас мы возвращаем их назад. То есть смотрите. Показали. Кинули. Нет пары. Нет пары. Если у вас попадает туз король. Вы можете обратить внимание на то, что вот смотри. Вот это вроде неплохие карты. Но пары опять же нет. Показываете. Нет пары. Нет пары. Нет. 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 И нет. Складываете все это дело. И теперь вам нужно дать зрителю выбрать карту. Вы не делаете ленту на столе. Вы не даете ему пачку, чтобы выбрать. Вы даете ему выбрать из ленты в руках. То есть из ваших рук. Это может быть действительно любая карта из этой пачки. Просите выбрать. Он дотрагивается. Он должен именно дотронуться. Он не должен ее выдернуть или вытащить. Именно скажите. Дотронься до любой карты из пачки. Он дотрагивается допустим вот до этой. И вы делаете следующее. Вы не переворачиваете ее. Вы не даете ее зрителю. Вы делаете следующее. Смотрите внимательно. Он дотронулся допустим вот до этой. Вы берете то, что у вас справа вот в этой пачке. Складываете. И этой пачкой переворачиваете карту вот так. Давайте еще раз. Если кто не понял. Смотрите. Идет лента. Допустим он дотронулся вот до этой. Вы складываете все, что справа. И именно ей. Вы вот так вот разворачиваете. Берете большим пальцем вот эту карту. И поворачиваете вот так. Я надеюсь это понятно. То есть смотрите. Допустим вот это. Есть. И у вас здесь может быть два варианта развития событий. Разберем первый. Самый хороший вариант. Зритель дотронулся до карты. И здесь. Когда вы пролистывали. Когда вы поворачивали. Не его пара. То есть здесь король. А он выбрал валета. Все идеально. Все просто. После этого вы просто вот эти карты накрываете наверх. И даете ему этого валета. У вас все готово под фокус. Вот валет. И дальше идет куча пар готовых. То есть уже все как бы сделано. Вы можете показывать трюк. Вы просите зрителя дотронуться до колоды. И. Он получает пару. После этого вы просите взять эту пару. И дотронуться до следующей пары. И здесь также оказывается пара. После этого допустим этой парой. Снова пара. Еще разок. И после этого в принципе вы можете попросить его там провести этими парами над пачкой. И либо сделать вот так вот ленту. Что я не рекомендую вам делать. Я все-таки рекомендую брать по две. И показывать. Потому что это будет более эффектно. И хорошо. Однако. Что делать. Если случилась вот такая ситуация. Если вдруг. Вы показываете трюк. То есть у вас они вот в этом порядке. Ну не важно в принципе в каком. Здесь уже все смешалось в плане. Там десятки, валеты и так далее. То есть у вас есть открывающая карта. Закрывающая карта. И куча пар. Правильно? И вы даете зрителю взять любую карту. И допустим он берет. Ну вот. Вот он взял короля. Вы поворачиваете. И видите здесь также короля. Не волнуйтесь. Зритель на это не обратит внимание в этот момент. Не переживайте за это. Что. Ой. Ну я поворачиваю. И как бы королем короля поворачиваю. Он все поймет. Нет. Он не поймет. То есть смотрите. Он дотрагивается допустим. Вот до этой карты. Вы ее разворачиваете. То есть нет. Секунду. Вот до этой допустим. И у нас и здесь и здесь красный валет. Да. Либо черный король. Без разницы. Либо красный туз. Без разницы. То есть. Суть в том. Что получилось так. Что он на разделении взял карту. Вы повернули. Вы делаете все то же самое. Вы отдаете ему. Но перед этим. Вы сначала просите его щелкнуть. И показываете сразу пару. Вы не даете ему одну карту. Потому что она пока что вот здесь. И ей вы заканчиваете фокус. Либо вы можете сделать так. Вы можете взять карту снизу. Да. Тронуться. И получить пару. Но это очень странно. Потому что в покере снизу не раздают. Соответственно я рекомендую сначала. Просто вот попробую представить. Что здесь появляется пара. И показываете. Попробуй представь здесь. Там можно дотронуться. Есть. Еще дотронуться. Есть. И после этого вы каждую пару ему показываете. Пока не останется одна карта у вас в руке. И вы говорите. Смотри. Если я дотронусь до твоей карты. Здесь также будет пара. И все. Вот так тогда делается этот фокус в этом случае. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok